Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, первый в 21 веке. Титул оспаривали украинец Александр Усик с рекордом 21 победа, 0 поражений, 14 нокаутов и британец Тайсон Фьюри с рекордом 34 победы, 24 нокаута, 0 поражений, 1 ничья. На взвешивании Тайсон Фьюри показал 118 килограммов, 800 грамм, а Александр Усик 101 килограмм, 200 грамм. Также известны гонорары боксеров. Независимо от результата боя, Фьюри получит 69 миллионов долларов, а Усик 34 миллиона. У букмекеров явного фаворита нет, и шансы бойцов оценивались как 50 на 50, но давайте посмотрим, что произошло в ринге. Друзья, в последнее время активно набирает популярность бренд Мэнкор. Это исключительно мужская спортивная одежда с уникальным стилем. У них есть одежда как для единоборств, так и для зала. Я лично ношу Мэнкор давно и смело могу порекомендовать вам. Сейчас по акции вы можете получить футболку в подарок, но поспешите. Акция заканчивается 25 мая. А по промокоду BOX дополнительная скидка на сайте 10%. Переходи и заказывай на сайте Мэнкор или на Озон. Теперь они доступны и там. Ссылки в описании. Первый раунд. Усик поддавливает, раздергивает. Фьюри держит дальнюю дистанцию, иногда выбрасывает острый джеб. Видно, что Фьюри очень хорошо настроен на этот бой. Играет на публику, но в конце раунда пропускает жесткий крюк от Усика слева. Близкий раунд, но думаю, судьи отдадут его Александру Усику. Второй раунд начинается с отличного попадания Усика слева. Усик продолжает давить, делая акцент на атаке в корпус. Фьюри двигается, смещается. У него острый джеб, и он явно периодически сбивает Усика с прицела. В конце раунда Фьюри наносит несколько ударов по корпусу и идет свой угол с улыбкой. Третий раунд. В ринге идет борьба за дистанцию. Усик пытается отсечь Фьюри от свободного пространства и не дать ему свободы маневра. Периодически у него это получается. На последней минуте раунда Фьюри инициирует несколько клинчей и два раза попадает справа. Усик отвечает атакой в конце раунда и снова клинч от Фьюри. Хороший близкий раунд. В четвертом раунде Фьюри действует очень раскованно. Несколько раз чисто попадает. За минуту до конца раунда происходит столкновение головами. К счастью, без особо сильных повреждений. Фьюри снова играет на публику, держится за канаты, опускает руки и он явно доволен собой. Думаю, раунд остался за Фьюри. В пятом раунде все выглядит так, как будто Фьюри втянул Усика в свою игру. Усик уже не пытается раздергивать оппонента, а идет и ищет возможности нанести жесткие удары. Фьюри работает по корпусу, один раз ударил ниже пояса. Вполне возможно, что намеренно. Целью еще больше вывести Усика из себя. Зрители в восторге. В шестом раунде все идет под диктовку Тайсона Фьюри. Усик охотится за головой, Фьюри отлично защищается корпусом, потом внезапно контратакует и потрясает Усика. Но при этом Фьюри не бросается его добивать, а продолжает свою игру. То двигается, то вяжет в клинче, то заводит руки за спину и однозначно забирает этот раунд. Седьмой раунд был чуть менее насыщенным. Фьюри продолжал двигаться, Усик его преследовал, но у Усика почти не было его знаменитого челнока. Фьюри нашел дыру в защите и несколько раз попал апперкотом справа навстречу. За 10 секунд до конца раунда Усик неожиданно выдал отличную серию канатов. Близкий раунд, но возможно он тоже уйдет в копилку Тайсона Фьюри. В восьмом раунде Усик возвращает контроль над поединком. Его атаки результативные и у Тайсона Фьюри очень серьезно разбит нос на последней минуте. Сам Тайсон ударов выбрасывает мало и такое ощущение, что он немного расфокусировался. Девятый раунд. Теперь уже Усик выглядит боксером, который поймал кураж. Он прессингует и Фьюри выглядит каким-то потерянным. В середине раунда, казалось бы, Фьюри воспрял духом, донес до цели несколько ударов, но пропустил несколько жестких мощных крюков от Усика, его болтало по всему рингу. И когда он безвольно повис на канатах, рефери отсчитал ему нокдаун. И раунд закончился. Десятый раунд. В первой половине раунда было видно, что Фьюри еще не восстановился от пропущенных ударов и действовал крайне осторожно. Однако на последней минуте он активизировался и попытался забрать раунд. Но Александр Усик, на мой взгляд, донес до цели больше ударов, поэтому раунд, скорее всего, остался за ним. На ходе одиннадцатого раунда, конечно, сказалась общая усталость боксеров. Усик продолжал прессинговать. Тайсон Фьюри двигался назад. И хотя в его углу у него постоянно требовали встречать справа, но Тайсон Фьюри сделал это за раунд всего два раза. Что касается Усика, то у него был достаточно эффективный прессинг. И на последней секунде раунда он хорошо попал левым крюком. Двенадцатый раунд. Он прошел относительно спокойно. Тайсон Фьюри, видимо, понимая, что по очкам может не выиграть, несколько раз хорошо попал одиночными ударами. Но развить успех у него уже сил не было. Усик продолжал прессинговать, он сохранил больше сил, и бой закончился. По итогам вердикт судьи выглядел так. Один судья 115-112 Усик, другой 114-113 Фьюрий и третий 114-113 Усик. Теперь у нас есть один чемпион в тяжелом весе и ждем, как пойдет развитие событий в этом дивизионе. А что вы думаете по поводу этого боя? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот обзор. Смотрите бокс, ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Все вам доброго и удачи. До новых встреч.